За последние 10 лет Анастасия Волочкова сумела подпортить свою репутацию, превратившись из талантливой балерины в объект постоянных обсуждений в сети. Например, недавний снимок, где актриса сидит на больничной кушетке, скрестив ноги, вызвала широкий резонанс в интернете. Поклонники негодуют и обвиняют балерину в непристойном поведении. А как недавно выяснилось, за Волочковой охотятся судебные приставы. Ведь женщина погрязла в долгах и никак не может с ними расплатиться. К сожалению, финансовые проблемы Волочковой меркнут по сравнению с тем, что приходится переживать простым россиянам. Ведь по статистике каждый второй житель нашей страны имеет банковский кредит, а зарплаты, в отличие от процентов по долгам, не растут. Что же делать в этой ситуации? На помощь придет юридическая группа «Дело время». Ее основатель Роман Родин – специалист по банкротству. С 2012 года списал более 500 миллионов долгов. За 11 лет работы команда «Дело время» помогла тысячам клиентов избавиться от более чем 5000 долгов с помощью процедуры банкротства, или говоря простым языком, процедуры списания долгов. У компании есть YouTube-канал с полезными советами и лайфхаками, которые стоит знать каждому должнику. Также под этим роликом вы найдете ссылку на сайт фирмы, где сможете записаться на бесплатную консультацию. Записывайтесь и начните жизнь с чистого листа. Николай Фоменко 14 лет назад Николай Фоменко организовал собственный автомобильный бренд «Маруси». Но дальше презентации дела не пошло, и компания объявила о банкротстве. Сотрудники остались без зарплаты, а также непогашенным остался кредит на развитие бизнеса. Недавно суд вынес решение о взыскании с телеведущего 64 миллионов рублей. Но произошло чудо. Шаумену Николаю Фоменко простили долг. Об этом сообщил адвокат. Он подчеркнул, что Тверской суд Москвы отменил требования господина Фоменко по выплате кредита. Стороны достигли договоренности в результате внесудебных переговоров. Сергей Жигунов В 2018 году на одном из федеральных каналов вышел детективный сериал «Динозавр» с Андреем Смирновым и Александром Панкратовым-Черным в главных ролях. За работу на этом проекте Жигунов также до сих пор не расплатился. Сергей многих на динозавре кинул, сообщил актер Кирилл Захаров. Хотя мы даже что-то подписали, но хитрым образом. Мол, мы вам сейчас документы принесем, а в итоге бумаги исчезли. Год мне не платили. Хотела Жигунова в подъезде подкараулить, поговорить по-мужски. Но он бегает, как трусливый кролик. Я звонил, грубил и в итоге со мной рассчитались. Притом знаю, что со стороны Жигунова были угрозы в адрес тех, кто просит деньги. Исполнителям главных ролей он платит, эпизодникам нет. Поэтому что говорить про осветителей, гримеров и так далее. Из-за огромных долгов Жигунову пришлось выставить на аукцион свою дачу-баню. Первый лот ушел с молотка за 6,5 миллионов рублей, а второй за миллион. Финансовые проблемы не лучшим образом сказались на актере, из-за чего и в обычной жизни он начинает вести себя странно. Так звезда сериала «Моя прекрасная няня» на пустом месте поругался со Светланой Дружининой, снявшей легендарных «Гардемаринов». Поводом стало высказывание режиссера о герое картине Александре Белове, которого сыграл Жигунов. Дружинина заявила, что именно она придумала этого персонажа от и до. И актер и сценарист просто воплотили ее замысел. Сергея почему-то слова Светланы Сергеевны задели, о чем он заявил публично у себя на странице. Артист предложил вычеркнуть его имя из титра фильма, раз его вклад так ничтожен. В ответ Дружинина в эфире программы «Судьба человека» честно призналась, что негодование Жигунова ей непонятно. Но вступать с ней в полемику она не намерена. Режиссер отметила, что ее фильм дал многим артистам, в том числе Сергею, путевку в жизнь. И, к примеру, Дмитрий Харатьян, тоже сыгравший в киноэпопеи, поддерживает с Дружининой хорошее отношение, как и Михаил Боярский. Де Пардье. Актер, бежавший с Франции от налога на роскошь, имеет три гражданства – Алжира, Бельгии и России. Последнее Де Пардье получил в 2013 году. Поначалу Жерар признавался в любви Мордовии, где поселился. Обещал открывать новые бизнесы, но в последние годы ветреный француз к нам носа не кажет. Вот и письма от налоговой ему не доходят. За машину Де Пардье не додал государству 51 тысячу рублей. Остальное – налоги для ИП. Анастасия Заворотнюк. Знаменитая няня Вика Арзарина-Донитки. Она задолжала банкам 27 миллионов рублей. Проблему Заворотнюк начались в 2009 году, когда она прямо посреди набережной Ялты решила открыть большой ледовый каток. Но трассу для гонок решили построить именно на том месте, где планировался каток Заворотнюк. Анастасии предложили перенести каток, но она отказалась. В итоге ее проект заморозили и выставили большой счет – 100 тысяч долларов. Но после всех этих проблем с деньгами она вновь влезла в долги и решила построить элитный трехэтажный особняк в подмосковном поселке Крекшино. Для этого Настя вновь влезла в ипотеку под свое остальное имущество. Но потом случилось ужасное. Анастасия заболела онкологией, лечение сильно ударило по кошельку семьи. И особняк в Крекшино пришлось продать. И сейчас у Петра Чернышова проблема с выплатой долгов. Александр Серов. Певца разорила бывшая жена. Врачный договор он не составил. В итоге получил развод и раздел всего им нажитого имущества. Неожиданно после 20 лет брака жена ушла от Александра Серовова вместе с дочкой, прихватив с собой собаку, машину, 3 миллиона долларов. Теперь он от женщин шарахается. В мае 2019 года его дочь Мишель вышла замуж. И певец заплатил 5 миллионов рублей за роскошный свадебный банкет. И купил большую квартиру молодожена в центре Москвы. Мишель единственная девушка на земле, которую он точно отдаст последнее. Зимфира. Роман Абрамович спонсирует творчество певицы. Он очень любит ходить на концерты Зимфира. Оказывается, он давний ее поклонник. Поэтому, когда дела у певицы финансово пошли плохо, он протянул ей руку помощи. Сама Зимфира проиграла и влезла в большие долги. Андрей Аршавин решил заняться автомобильным бизнесом. Открыл салон дорогих машин. В итоге Аршавин не преуспел ни в футболе, потому что мимо ворот мячи летели. И машины его плохо покупали. В итоге Аршавину пришлось извиняться перед кредиторами. Ведь в бизнес сложено было 15 миллионов долларов. У звезды знаменитого советского фильма «Пираты 20 века» актрисы Натальи Харахориной отобрал квартиру ее родной муж. О том, что он так может поступить, Наталья не подозревала. Но после того, как подала на развод, узнала, что муж каким-то образом оформил их общую недвижимость на свою мать. А еще переписала на себя их общую машину и гараж. Наталья Харахорина потеряла все, что было нажито актерским трудом. Своего будущего мужа Владимира Наталья влюбилась сразу. Звалила на себя все, снималась много, даже в самых крошечных ролях. И в конце концов заработала на отдельную квартиру. Все-таки мужчина, если он, тем более он уходит, он как настоящий мужчина, он должен взять свой чемоданчик и уйти с этим чемоданчиком. Сейчас мужчины, к сожалению, на такое не способны. Но после того, как она потеряла все, она взяла себя в руки и вновь заработала на квартиру. Олимпийская призерка по спортивной гимнастике Анастасия Гришина на своих достижениях очень много заработала – 20 миллионов рублей. Но в 19 лет Анастасия получила травму колен, от которой так и не смогла оправиться. Из большого спорта ей пришлось уйти. Но вскоре девушка узнала, что она абсолютно нищая и обокрала ее родная мать. Когда Гришина вышла замуж и родила ребенка, она обратилась к маме за деньгами. Ведь все призовые деньги на правах главной опекунши были у нее. Но та сказала, что у нее нет ни копейки. Впоследствии Анастасия Николаевна узнала, что мама приобрела объекты недвижимости на те денежные средства, которые находились на ее расчетных счетах. В итоге Настя подала на маму в суд. Субтитры создавал DimaTorzok